Здесь был океан Тетис. Его сейчас уже не существует. В принципе, от океана Тетис сейчас, по большому счету, осталось только Средиземное море. Когда-то он был большой. Он отделял Индию от Евразии. Прогуляться по дну древнейшего мирового океана реально только в компании палеонтолога. Взгляд на 150 миллионов лет назад, и вот уже этот крымский лес воспринимается совсем по-другому. Здесь очень давно было подводное царство, и кое-что до сих пор от него осталось. Здесь на месте раскопок попадается большое количество ископаемого дерева. Это говорит о том, что здесь на территории современного Крыма глубина океана Тетис была сравнительно небольшая. Вот все это, считай, шельфовая зона. В воде жили аммониты, кораллы и двусворчатые моллюски на берегу, динозавры и рептилии, а из растительности был хвойный лес и папоротники. Таврида юрского периода хранит множество тайн, но только не от ученых. Они слой за слоем вскрывают формы и особенности древнейших обитателей здешних мест, таких как этот аммонит из мелового периода эры Мезозоя. Этот вид, соответственно, называется Дальмазицера ставрикум, потому что таврика – это старое название Крыма, старинное такое, историческое. Несмотря на то, что они похожи внешне на улиток, на самом деле виноградные улитки далеко не их родственники. Это ближайшие к современной родственникам – это осьминоги, кальмары и хищные головоноги и моллюстики. На срезе скал вдоль русел рек там чаще всего попадаются такие находки. Чем глубже в земле, тем они древнее. А если их потом еще и обработать, тем ценнее. Из аммонитов, заполненных минералами, получаются очень красивые украшения. Несколько часов кропотливой работы и даже из вот такого неотесанного булыжника при помощи зубила, молотка и еще нескольких инструментов получается вот такой практически драгоценный камень. Вот это только что найденный аммонит, а вот это уже обработанный аммонит в разрезе. Главное – суметь их разглядеть в толще горной породы, ведь они с ней сливаются и на первый взгляд совершенно неприглядны. Но у специалистов-палеонтологов уже глаз настолько наметан, что вот в разрезе скалы они сходу могут определить, какой объект будет по-настоящему интересен для науки. Сегодня раскопки с элементами скалолазания. Крутой склон, почти вертикальный. Палеонтологи шутят, упасть со склона не так страшно, как упустить аммонит. Хрупкое создание, пролежавшее тут много миллионов лет. У нас есть такая примета, чем больше кусок... Отойдите, чем больше аммонит. Этот срез оказался богатым на находке. Копилка окаменелостей за пару часов пополнилась красивыми образцами. Все зависит от породы. Бывает, чистишь-чистишь, а там внешний фрагмент есть, как здесь, да, а внутри ничего нет. То есть, ну, ситуации разные. Прошло много миллионов лет, как бы, ну, вообще непредсказуемо, что ты там найдешь внутри. Абсолютно. Это вот, это даже не лотерея. Это, наверное, еще хуже. Это удача. Это чисто удача. Как повезет. А теперь в коллекции еще и новый вид, ранее совсем не встречавшийся в Крыму. Об этом диссертация Богдана Зайцева. Палеонтологи уверены, что такие есть еще, смотря где копнуть. Месторождений достаточно. Экземпляров уже десятки тысяч. Всего более 30 видов размером от нескольких миллиметров до гигантских трехметровых. А совсем новые эти, что относятся к раннеюрскому периоду, переданы в Москву для дальнейших изучений. Виктория Косогляненко, Павел Красиков, Юрий Зырянов, телеканал «Звезда», Республика Крым.